Ну что же, приветствую всех братья. Интереснейшее противостояние нас ждет в следующем карде UFC. Ну, а перед началом данного ролика, кто не подписан, братья, подписывайтесь. Для меня это огромная поддержка и, в принципе, мотивация, что можно отметить, да. Вот, в принципе, детально я разобрал данный поединок. Барбоза против Гиги Чикадзе, да, и готов с вами поделиться мыслями. Если что, не обращайте внимания, я приболел ужасно себя чувствуя. Знаете, это цена Барбоза, я думаю, мы с вами все прекрасно знаем, да, на что он способен. Его последний поединок это с Шейнамбургасом, где он выиграл в третьем раунде досрочно Шейнамбургаса. Перед этим дрался с Амирхани, до этого дрался с Дэном Игги. Кстати, Дэну Игги он проиграл решением судей, хотя там тоже, в принципе, было довольно-таки спорно, да. Да, Барбоза, кто бы что ни говорил, свой пик немножко прошел. Да, он сохраняет неплохую форму, но все-таки его пик, его уже именно то, где он себя показывал, да, потому что до этого он выступал в легком весе, Порье проигрывал, Джастину Гейджи уже, да, решил спуститься на весовую категорию ниже и, несмотря на все это, 35 лет. Ну, не может уже человек сохранить прям тот пик, да, он, несмотря на свои годы, отличен, хорошую форму показывает, но мне кажется, все так-то потихоньку. Конкретно пик Этсена Барбоза, но он все же уходит. Гига Чикадзе, ну, здесь давайте детально дадимся статистику, да. Как-то помню, давал прогноз на него с Кабом Солнцином. Гига Чикадзе, 15 боев, 13 побед, 7 нокаутом, 2 сабом, 4 решения, 2 поражения, 1 решение, 1 сабом. Поражения были довольно-таки давненько уже. Сейчас я считаю, что Гига Чикадзе находится на пике своей формы, на пике своих возможностей. Его база это кикбоксинг, база Гига Чикадзе. И я считаю, что поединок с Кабом Солнцином показал, в какой реально оптимальной форме находится Чикадзе. Мне кажется, что сейчас этот парень находится на пике, да. Ему 32 года. И я считаю, что букмекер здесь не видит для себя явного фаворита. Но я немного все же попробую прояснить вам ситуацию. Преимущество ростей это на стороне Гиги Чикадзе. Размах рук примерно один и тот же. Но вот это вот, во-первых, база кикбоксинга. Еще там он зацеплял карате. Но это основная база кикбоксинга его, да. Я считаю, что на дистанции работать Эдсину Барбозе, ну, будет нереально тяжело с Чикадзе. Это поединок нелегкий абсолютно ни для кого. Ни для Барбозе, ни для Чикадзе. Здесь какой-то вряд ли мы увидим доминирующей победы от какого-либо из бойцов. Плюс-минус. В принципе, где-то букмекер прав. Но, если у кого есть шанс на финиш, Чикадзе это непробитый боец. Да, у него не та оппозиция, не было 5-раундовых войн. Но, учитывая фактор, какие для меня важнейшие факторы, чтобы здесь сделать выбор в чью-то сторону. Да, если реально кажется, что так плюс-минус 50 на 50. Это фактор возраст. Второй фактор это то, что пик Барбозе все так-то немного прошел. Несмотря на то, что он сохраняет в каждом поединке отменную форму. Но, уже на улучшение его форма, ну, никак уже не пойдет. Максимум он может сохранить то, что имеет. Чикадзе на пике. И, я думаю, то, что для него это сейчас самый важнейший поединок в его карьере. Опираясь ровно на эти факторы, я для себя, касательно ставок, братья, я выбираю чистую победу Чикадзе за 1,9. Вот, я считаю, что если у кого есть возможность даже досрочной победы, она у Чикадзе. Да, у Барбозе хорошая державка, но, возможно, где-то в поздних раундах. Ну, или, как минимум, забирать решение на дистанции. Я думаю, вряд ли здесь будут получаться какие-то дистанции, если Барбозе захочет переводы, контроль Чикадзе. А стойки, я думаю, Чикадзе на пике должен смотреться будет получше, да. Поэтому чистая победа. Потом еще такие ставки, как для накидки, да. Если все-таки не верить в победу Чикадзе, это то, что продолжительность боя второй, да, и четвертый, да, как варианты. Вот. Второй раунд начнется, да, и коэффициент 1,5. В то время, как четвертый начнется, да, коэффициент 1,90 что-то с копейками, там, вот. В принципе, неплохо смотрятся две ставочки. Если поверить в то, что Барбоза выдержит все панчи, все съест, а вывода срочную победу над Чикадзе почему-то я не верю. Поэтому, наверное, исходя отсюда и такие ставки. Но легко Чикадзе в этом бою не будет. Мне так кажется, что Барбоза это топовый оппонент. И легко Чикадзе уж тут... Это точно не будет, по моему мнению. Ну что ж, братья, вы делитесь своим мнением в комментариях. Обязательно надеюсь на вашу поддержку, лайк. Как всегда, она очень важна для меня, на ваши комментарии. Ну и будем прощаться. До новых встреч, до новых прогнозов, братья.